Время первых. В школе номер 251 для учеников старших классов провели уроки в форме устных журналов, приуроченные к Дню космонавтики. Подробнее смотрите далее. Устный журнал – такая своеобразная форма работы по морально-нравственному воспитанию, которая позволяет ярко, эмоционально донести до воспитанников важную информацию. Это форма проведения информационно-аналитической деятельности учащихся, в ходе которой собирается, обрабатывается информация о важных событиях, объектах. 12 апреля во всем мире отметили День космонавтики. В школе номер 251 для учащихся старших классов подготовили и провели не совсем обычные уроки, посвященные этой дате. Я думаю, что это очень познавательно и помогает узнать больше чего-то нового, о чем нам раньше рассказывали, как о важном, но довольно неуглубленно. Рассказывали детям о советских ученых и космонавтах педагоги школы. У десятиклассников устный журнал провел методист Центра культуры и искусства «Спутник». Эта дата, дата первого полета человека в космос, изменила течение времени и приоритеты. Человечество получило широкую возможность выйти за пределы Земли и подумать о том, чего можно достичь в дальнейшем. Небо всегда привлекает людей. Это мечта человека узнать о том, есть ли другие миры, есть ли другие люди, как живут на других планетах, вообще что происходит там в этом прекрасном небе. Отметим, что дети проявили неподдельный искренний интерес к этой теме. В течение урока они смотрели презентации и фильмы, из которых узнали малоизвестные факты биографии Юрия Гагарина. Это был очень интеллигентный человек. Я считаю, он олицетворял, наверное, все самое лучшее, что могло быть в русском человеке. Честно, я хотела очень сильно быть осмотной. Почему? Почему? Ну, это интересно, посмотреть на нашу Землю сверху. Ну, тем более, тогда мы все маленькие, мы любопытные. Дети смогли совершить своеобразное путешествие по Международной космической станции, посмотрев, как там живут и работают космонавты. Мечтали, рассуждали, вспоминали выдающихся ученых – Сергея Павловича Королева, Константина Эдуардовича Циолковского. Для того, чтобы они знали свою историю, для того, чтобы знали, что Россия все-таки великая страна. И хотя полет Гагарина произошел в СССР, но люди, которые жили в СССР, до сих пор гордятся тем, что все-таки наша страна первая, наш космонавт первый, кто поднялся в небо. Урок в форме устного журнала показал, что сейчас многие дети интересуются астрономией. И подача информации в таком ключе воспитывает в юном поколении патриотизм, чувство гордости за достижение человеческого разума и за достижение советской науки и народа самоотверженно кующего материальную основу победы человека над космосом. И что немаловажно, на исторических примерах у детей воспитывается воля к победе.